Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале Bebris English. Мы с вами продолжаем наш найважнейший плейлист, практически самоучитель английского языка, и переходим к року третьему в рамках нашего плейлиста. Как вы видите и как вы увидите, действительно плейлист коренным образом отличается от предыдущих. Здесь не только грамматика, здесь мы сразу говорим и строим связанные тексты. И, друзья мои, действительно, давайте с вами, значит, переведем целый текст, используя простые предложения. Итак, скажем, привет. Как сказать привет на английском языке? Обычно говорят hi. Также встречается и hello, но hello это звучит более формально. Обычно мы просто говорим hi. Привет. Меня зовут Alex. Меня зовут. Как сказать меня зовут? Что это такая за конструкция за фраза? Меня зовут? Многие говорят так. My name это мое имя и Alex это Alex. Что здесь нужно еще добавить? Значит, меня зовут это конструкция my name is дословно мое имя есть Alex. Обязательно нужно не забыть поставить эту связку my name is Alex. Значит, вообще мы эту связку ставим в тех предложениях, где нет глагола. Ведь здесь глагола нет и, соответственно, ставим эту связку my name is Alex. Но мы с вами сразу учимся правильно говорить и на самом деле редко вы можете услышать, что в современном английском языке вам скажут my name my name is Alex. Редко. Как скажут? Обычно сокращают. Смотрите, вот этот апостров это сокращение. То есть, как вы понимаете, то же самое. То есть, my name is но обычно говорят быстро и говорят my names это значит names это как z тоже произносит my name is Alex. My name is Alex. Вы говорите my names и называете свое имя. Далее. Я из России. Что такое конструкция я из? Опять. Видите, я это I is from Россия Russia. Но мы с вами не забываем ставить связку. Нужно запомнить, что я из это I am I am from Russia. Видите, здесь опять нет глагола, поэтому нужна связка. Мы далее будем подробнее также о них говорить. Когда нужно am, когда is, в каких случаях. Видите, мы говорим I am, когда не глагола I am. Но опять же, на самом деле, вы думаете, что вы прям так услышите I am from Russia. Опять же, используют сокращение от I am. I am, друзья мои, это полная форма. А сокращение это I am. То есть, нужно говорить I am from Russia. I am именно так. Здесь вы называете имя свое. А здесь из какой вы страны. I am from Russia. Далее. Я живу в Москве. Я живу. I live в in Москве Москве. I live in Москве. Москва. Соответственно, называете свой город, если в другом городе. I live in Москве. Это такая, видите, универсальная схема рассказа о себе. Далее, видите, понятно, когда вы переводите, вы просто переводите дословно слова. А как сказать я что-то не делаю? Вот я не делаю что-то. Это конструкция I don't. I don't. Я не. И далее вы добавляете глагол. Например, я не работаю. I don't work. I don't work. Запомните, я не I don't. С глаголом именно I don't work. Don't. Я учусь. I учусь study. I study. study. Далее скажем я хожу в школу. Я хожу. I go в школу. Мы с вами знаем, что вообще в это in, но в с go это предлог другой. Какой это предлог? go to. Нужно запомнить, что ходить куда-то школа school. Go to school. Нужно запомнить, что ходить куда-то это to. To это предлог направления. То есть, просто в это in, а куда-то to. Мы говорим go to. И запоминайте именно не просто слова, а выражение. Go to school. По правилам здесь должен быть вообще артикль. Мы с вами говорили единственное число, но его здесь нет. Это просто нужно запомнить. Это именно такое устойчивое выражение. Можно сказать исключение. Go to school. I go to school. Запоминайте, многие говорят вот так, go in a school, но неправильно. Вы будете дословно переводить, не всегда так работают, поэтому призываю вас, где правил не работают, я вам такие выражения даю. I go to school. Я хожу в школу. Мне нравится моя школа. Как сказать мне нравится? Запоминайте конструкцию мне нравится. I like моя школа my school. I like my school. И видите, также мы говорили, что если my стоит, пересуществительный артикль не нужен. I like my school. Далее, у меня есть семья. У меня есть, это конструкция я имею. Я это I имею have. I have семья с артиклем, как будет семья с артиклем. A family. I have a family. У меня есть семья. У меня есть брат и сестра. у меня есть. I have брат a brother и and скажем с артиклем сестра and a sister. I have a brother and a sister. Я очень сильно люблю свою семью. Как вы скажете? Я I очень сильно это будет very much. Но в английском языке так устроена грамматика, что очень сильно мы ставим именно в конце предложения. Мы не можем поставить в середине. поэтому пока перейдем я люблю свою семью. I love my family very much. То есть на русском мы говорим я люблю свою семью очень сильно или я очень сильно люблю свою семью. На английском только так. Very much мы можем поставить только на конце. То есть мы не можем поставить ее здесь. I very much нет. Нет, еще раз нет. I love my family very much. Далее. У меня также есть кот. Помните конструкцию у меня есть. Это I have. I have. Конструкция I have. А у меня также это будет also. I also have. у меня также есть кот. I also have a cat. I also have a cat. И тогда с вами повторим. Я думаю вы видите что действительно плейлист этот отличается от предыдущих. Hi. Hello. My name is Alex. I am from Russia. I live in Moscow. I don't work. I study. I go to school. I like my school. I have a family. I have a brother and a sister. I love my family very much. I also have a cat. Далее. Видите, у нас такой текстик получился. Но, видите, некоторые люди работают, а наоборот. Давайте разберем дополнительные предложения, которые вы можете так же сказать о себе, если вам действительно некоторые предложения не подходят. У кого-то есть, соответственно, два брата, у кого-то нет. Кто-то, наоборот, работает, но не учится. Давайте разберем дополнительную лексику в рамках этого топика. Итак, с вами скажем, я не учусь. Помним, я не это конструкция I don't. Я нет с глаголом этой конструкции I don't. Я не учусь. I don't study. I don't study. Я работаю. I work. I work. Помните, у нас с вами было выражение, я хожу в школу. I go to school. А как сказать, я хожу на работу? Я хожу. I go на работу. Также помним, что соответственно, с go предлог направления это to. Go to work. То есть, ходить куда-то это go to. Мы говорим обычно, ни в коем случае не in. I go to work. Или, например, я хожу в университет. Будет по аналогии. I go to university. I go to university. Запоминаем, что, видите, здесь у нас с вами, во-первых, to и нет артикля. Очень важный момент. Go to university. Далее скажем, я учусь в школе. Я учусь в школе. Значит, учиться – это study. Получается, я учусь. I study в школе. Опять, видите, в – это in. Но, опять же, выражение «учиться в школе» обычно управляет at. I study at school. Должен запомнить. I study at school. Также по аналогии «я учусь в университете» говорят I study и по аналогии at university. То есть нужно привыкать именно к устойчивым выражениям. Да, вы можете перевести дословно, но вопрос, будет ли так действительно говорить носители языка. Наша действительно цель как раз говорить как носители. Видите, I study at school. Я учусь в школе. Еще раз помедленнее. I study at school. I study at university. Далее. Я изучаю английский онлайн. Я изучаю. I learn. английский English онлайн. I learn English онлайн. Это, видите, устойчивое выражение. Значит, соответственно, изучать английский онлайн. Видите, убираем именно глагол learn. Значит, также говорят иногда study English, но study обычно в каком-то заведении. В школе, в университете. Как здесь, видите, учиться. В школе, в университете. Все просто. Изучать английский. Значит, обычно используют learn. Learn English. По умолчанию используем learn English. Я учу или я изучаю английский. I learn English. Online. Далее. Мне нравится английский. Вспоминаем конструкцию. Мне нравится. I like английский. I like английский. I like English. I like English. Здесь тоже, видите, пред-English некие артикли не нужны. I like English. И English всегда с большой буквы. Я смотрю этот канал каждый день. Я смотрю. Я смотрю. I watch. Этот канал. Этот. This. Канал. Channel. Помните, мы с вами говорили, что с местоимениями с my не используется артикль. Также и с this не используется артикль. Тоже артикль после this не ставится. Я смотрю этот канал. I watch this channel. Каждый день. Every day. I watch this channel. Every day. Я вижу свой прогресс. Я вижу. I see. Свой прогресс. Свой, то есть мой. My. Progress. I see my прогресс. Я говорю по-английски немного. Я говорю по-английски. Я – это I. Устойчивое выражение говорить по-английски. I speak English. I speak English. Как сказать немного? Немного. Значит, little – это мало, а немного – это a little. Обычно я говорю a little – немного. I speak English a little. Или еще есть такое выражение. Я говорю по-английски чуть-чуть. Как сказать чуть-чуть? I speak English. Чуть-чуть. Это будет a bit. A bit. Запомните, это очень часто используется. I speak English a little. То есть немного. A bit – чуть-чуть. I speak English a bit. Итак, повторим. I don't study. I work. I go to work. I go to university. I study at school. I study at university. I learn English online. I like English. I watch this channel every day. I see my progress. I speak English a little. I speak English a bit. Отлично, друзья мои. Рекомендую вам еще раз повторить эти наиважнейшие фразы и предложения отработать. И чтобы довести это до автоматизма. В рамках нашего плейлиста у нас в уроке предусмотрена также практика. То есть попробуем перевести это в разброс. Это сложнее. Но попытаемся. Итак. Я изучаю английский онлайн. Я изучаю английский. I learn English online. I learn English online. Я не работаю. Я не. I don't работаю. Work. I don't work. У меня есть брат и сестра. У меня есть. То есть я имею. I have брат a brother и сестра. И and сестра a sister. I have a brother and a sister. Далее переведем и скажем привет. Значит, привет будет hi или более формально. Hello. Hello. Hi. Hello. У меня есть семья. У меня есть. я хожу в университет. Я хожу. I go в университет to university. I go to university. Я не учусь. учусь. Я не. I don't учусь. Study. I don't study. Меня зовут... Я, например, про себя скажу. Меня зовут Алекс. Так она меня называет. Меня зовут... My name is... И свое имя называем. Алекс. My name is Alex. Я учусь в школе. Я учусь. I study в школе. At school. I study at school. Я учусь в университете. Я учусь. I study в университете. At university. I study at university. Повторяем. I learn English online. I don't work. I have a brother and a sister. Hi. Hello. I have a family. I go to university. I don't study. My name is Alex. I study at school. I study at university. Далее. Я смотрю этот канал каждый день. Я смотрю. I watch. этот канал. This channel каждый день. Every day. I watch this channel every day. Я хожу на работу. Я хожу. I go на работу. To work. I go to work. Я из России. Значит, я будет I из Россия. I'm from Russia. I'm from Russia. Я говорю по-английски чуть-чуть. Я I говорю по-английски. Speak English. Запоминайте именно это выражение без всяких предлогов здесь. Именно speak English. Чуть-чуть. A bit. I speak English a bit. Я работаю. I work. I work. У меня также есть код. У меня также есть. собака. также имею. A cat. I also have a cat. У меня также есть собака. Я также имею. I also have собака. A dog. I also have a dog. Я очень сильно люблю свою семью. Сейчас помню, что очень сильно на конце ставится, поэтому пока перейдем я люблю свою семью. Я люблю. I love свою семью. My family. очень сильно. Very much. I love my family very much. Я живу в Москве. Я живу. I live в Москве in Moscow. I live in Moscow. Мне нравится этот канал. Мне нравится. I like этот канал. This channel. channel. I like this channel. Так повторим. I watch this channel every day. I go to work. I'm from Russia. I speak English a bit. I work. I also have a cat. I also have a dog. I love my family very much. I live in Moscow. I like this channel. Так далее. я говорю по-английски немного. Я говорю по-английски немного. I speak English немного a little. I speak English a little. Мне нравится английский. мне нравится. I like английский English. I like English. Мне нравится моя школа. Мне нравится. I like моя школа. My school. I like my school. я учусь. I study. I study. Это я повторю. I speak English a little. I like English. I like my school. I study. еще некоторая дополнительная лексика. Итак, давайте переведем. Я вижу свой прогресс. Я вижу. I see свой, то есть мой, my progress. но я хочу больше. Но я хочу. But I want больше more. I see my progress. But I want more. more. Так, по-другому скажем. Я говорю по-английски чуть-чуть. Я говорю по-английски. I speak English чуть-чуть. A bit. Но я хочу больше прогресса. Но я хочу. But I want больше прогресса. More progress. I speak English a bit. But I want more progress. Итак, друзья мои, отлично. Видите, мы сами строим уже не просто предложения, так и сложные же предложения, как здесь. Видите, I see my progress, but I want more. I speak English a bit, but I want more progress. Друзья мои, отлично, мы с вами продолжаем данный самоучитель. Я действительно рад, что вы согласны, что, в принципе, текстовый учебник достаточно ограничен и он не заменит соответственно учебника в видеоформате. И я надеюсь, что вы также видите отличие данного плейлиста. Может быть, в первых уроках было не так очевидно. Здесь вы видите принципиальная разница. Это, соответственно, увязанные предложения. Значит, все информативно, без лишней воды. и вы сразу уже говорите связанный у вас текст. И мы даже усложняем данный плейлист с практикой. Thank you, my friends. Спасибо, друзья мои.